МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коронавирус может оставить после себя глубокий след в организме человека. Фиброзы легочной ткани, нарушение сна, мышечная слабость, изменения в анализах крови – все эти неприятные последствия можно испытывать несколько месяцев, даже если человек перенес ковид в легкой или бессимптомной форме. Чтобы понять, что происходит с вашим организмом после болезни, медики советуют пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это можно спустя 2 месяца после выздоровления. Углубленная диспансеризация пациентов, перенесших ковид, включает в себя ряд исследований, помогающих понять, на каком этапе сейчас пациент находится, его здоровье, есть ли осложнения и какой степени они выражены. Для этого мы проводим их ряд необходимых инструментальных и лабораторных исследований, чтобы понять это. Углубленная диспансеризация – это часть программы всеобщей диспансеризации взрослого населения. Помимо обычных предусмотренных программ и анализов, пациентов ждут дополнительные обследования. Это общий анализ крови, биохимический анализ крови с определенными показателями, включая цирреактивный белок, рентгенологическое исследование легких, уровень сатурации крови. Если, посмотрев результаты, врач заметит какие-то отклонения, он отправит пациента на дополнительное обследование. По определенным показаниям человек проходит компьютерную томографию легких, эхо-кардиографию сердца, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, определение додимера в крови. Осмотр терапевта – это неконечная точка завершения данного процесса. Далее пациент берется на диспансерный учет, они уже взяты на диспансерный учет. Если остаточные явления сохраняются в достаточно выраженной форме, пациент будет направлен на реабилитационное лечение, на восстановительное лечение. Тех, кто перенес COVID-19 тяжелой или средне-тяжелой формы, медицинские работники сами приглашают на углубленную диспансеризацию. Но даже если болезнь протекала легко, врачи советуют не откладывать и прийти на обследование. Записаться можно на сайте КБ-50 в разделе «Портал пациента» по телефонам колл-центра поликлиники номер 1 95511 и поликлиники номер 2 95577. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей СРО24. Совсем скоро начнется пора школьных базаров и спешной подготовки к 1 сентября. В связи с этим, по указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такие выплаты не зависят от дохода и состава семьи и не нуждаются в отчете по расходам. Выплату можно получить на детей от 6 до 18 лет. Также за деньгами могут обратиться люди с инвалидностью и ОВЗ от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в школах. Ранее президент заявлял, что пособия выплатят за две недели до начала учебного года, с 16 августа. На недавнем совещании с Министерством просвещения Владимир Путин распорядился начать выплаты школьникам, раньше намеченного срока, со 2 августа. По планам, 10 тысяч рублей получат порядка 17 миллионов детей. А вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока, а намеченный срок был у нас 16 августа, для того, чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются. Недавно в Сарове стартовала ежегодная благотворительная акция «С миру по листочку». Цель акции – собрать в школу детей из малоимущих семей. В торговых центрах города уже прошел первый этап сбора денежных средств. Вопрос, который возникает в этой ситуации – хватает ли 10 тысяч рублей для того, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году. Портфель, одежда, тетради, ручки – все дорого. Один портфель только стоит не меньше 300 рублей. Вы согласны со мной? Трех тысяч, я имею в виду. Это абсурд. Одна форма сколько стоит? Где-то, наверное, в районе 8 тысяч. Вот девочки. А потом тетради, рюкзаки, обувь, верхняя одежда. Это о чем? Это вообще ни о чем. При желании, наверное, хватит, если поскромней. Портфель, обувь, наверное, маловато. Я думаю, что маловато. Подать заявление на выплату можно дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении пенсионного фонда. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и детей, реквизиты банковского счета. Выплачивать деньги будут только на карту в безналичном виде. Активное заселение новых районов по улицам Озерной, Менделеева и Рихарда Зорги вызвало необходимости новых социальных объектов. Так, на улице Рихарда Зорги идут работы по строительству школы номер 11. С апреля этого года на улице Озерной Саровская компания ООО «ТСК» начала строительство Центра культурного развития. В новом двухэтажном здании предполагается разместить детские кружки и секции, проводить концерты, театральные представления, художественные выставки и творческие встречи. Будут оборудованы два зала. Один зал будет оборудован раздвижной сценой. Могут проводиться кукольные представления. Второй малый зал будет представлять собой такую мини-колокольню. То есть там будут расположены колокола. Для Центра культурного развития будет благоустроена прилегающая территория с площадкой и парковкой для машин и автобусов. Сейчас здание находится на нулевом цикле строительства. Рабочие заложили фундамент, возвели наружные стены цокольного этажа. Идет утепление сооружения снаружи. По договору подрядчик должен завершить строительство в июне 2022 года. На данный момент ни опережений, ни отставаний нет. Идем по графику. То есть как у нас было запланировано на июль месяц, это выполнение нулевого цикла здания. По сути мы к нему и приблизились. Общая стоимость работы составляет более 214 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального бюджета в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». К работам привлечены люди как из города, так и ближайших районов. По мере необходимости в специалистах разного уровня подрядчик планирует увеличить количество рабочих. Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Эту проблему обозначил президент в своем послании Федеральному собранию в апреле этого года. Но несмотря на высокое внимание со стороны властей к газификации жилых домов, в Сарове жители нередко сталкиваются со сложностями при подключении к газовым сетям Саровской газоснабжающей организации. Одним из таких участков в вопросе газификации стала малоэтажная застройка в поэмере Кесатис. В 2020 году сданы в эксплуатацию 66 таунхаусов, в котором за счет застройщика были подведены все коммуникации, в том числе и газ. Саровская газовая компания построила сети высокого давления, сети низкого давления, подрядная организация, имеющая все соответствующие разрешения. Тем не менее, Саровская газовая компания отказывается пускать газ, предъявляя завышенные требования к документации на сети. Саровская газовая компания, помимо того, что нарушила срок осмотрения документов, предъявляла необоснованные требования по представлению дополнительных документов в составе исполнительной документации и объявляла замечания к составу исполнительной документации, хотя они обладают полномочиями по проверке. То есть это уже функция надзорного органа, которым не является Саровская газовая компания. Пожалуй, безостройщика управление антимонопольной службы оштрафовало Саровскую газовую за нарушение законодательства на 100 тысяч рублей. Газоснабжающая организация всячески затягивает сроки и пытается оспорить решение ФАС в суде. Это не первый случай таких споров. Ранее Саровская газовая компания также была оштрафована ФАС по жалобе одного из собственников здания на улице Куйбышева. К сожалению, из-за монопольного положения газовой компании страдают и рядовые жители города. Это действительно монопольный вид деятельности. И оказывается ответственной услугой на сегодня у нас имеет право та организация, которая владеет с данными. Фактически заявитель на данный момент не может выбрать, к кому ему обратиться за подключением. То есть это должна быть та организация, которая на сегодняшний день владеет с данными. Заложниками ситуации стали обычные жители, которые ждут газа в своих домах. Мы будем следить за развитием событий. В минувшие выходные в Нижегородской области произошло несколько ДТП с летальным исходом. А в минувшую пятницу Саровск колыхнула новость о страшной аварии с мотоциклистом на улице Силкина. Следствие по тому ДТП сейчас ведется. Сотрудники ГИБДД устанавливают степень вины каждого ее участника. Нередко в подобных трагедиях решающую роль играет алкоголь в крови водителя. К сожалению, с каждым годом количество так называемых пьяных ДТП только увеличивается. За вождение в нетрезвом виде в России лишают прав на срок до двух лет, а также штрафуют на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс. Теперь наказание для водителей, у которых уже есть судимость по пьяным статьям, за повторное нарушение станет более жестким. Как на убийство, наверное, такое, потому что они угрозу такую представляют общество. Пожизненного лишения вообще забирать права, рвать и все, вообще не допускать до руля. Это преступники людей, людям гробят здоровье, жизнь портят. Я считаю, самое лучшее – это лишение прав. Ну, ненадолго, хотя бы года на два. Плюс штраф. Во-первых, машину нужно отбирать. И я думаю, что все-таки сажать. Ну, во-первых, лишение прав – это точно. Ну, и я думаю, что уголовной ответственности желательно, чтобы статья была такая значимая. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды и выявляют нетрезвых за рулем. Если есть подозрение, что человек ведет автомобиль в пьяном виде, его отправляют на медицинскую экспертизу. Если наше освидетельствование, которое проводит сотрудник госавтоинспекции, не показывает наличие опьянения, то мы тогда отправляем человека на медицинское освидетельствование. У человека отбирают биосреды, обычно мочой, и направляют уже на химика, таксилогическое исследование мочи. За минувшие шесть месяцев в Сарове задержано 115 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В июле таких автолюбителей порядка 16 человек. В этом же месяце по вине водителей в нетрезвом состоянии произошло два ДТП с пострадавшими. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Князь Владимир крестил Русь в 988 году. В истории Владимира называли Великим. Народ прозвал его Красное Солнышко, а в Православной Церкви он Святой Равноапостольный. Принятие новой единой веры, православного христианства, стало серьезным шагом к объединению всех русских земель. Крещение Руси – это толчок к новому этапу развития всей культурной и социальной жизни страны. Это был переломный момент в том, что еще мы были соединены не только между собой, но еще с миром всего христианства. Также и западным, и восточным. То есть Костянопольская церковь, и Римская церковь. Для каждого верующего человека Крещение Руси – это особенный праздник. Повод вспомнить о собственном крещении, о своем пути к Богу. В этот значимый для всех православных день в храмах Сарова и всей страны служили праздничную литургию и молебен. А ровно в полдень по благословению патриарха Кирилла прозвучал торжественный колокольный звон. Вся Русь была построена именно на вере в Бога, на православие. Все искусство было построено, вся литература была построена. Вот на этом и поэтому переоценить, не заценить православие в нашей жизни очень трудно. Поэтому я думаю, что это переломный момент в собрании наших народов, наших племен. Каждый верующий этот праздник призван провести в молитвах и богоугодных делах. День крещения Руси и память святого равноапостольного князя Владимира официально отмечаются с 2010 года. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 31 июля Паттеромана отмечают день рождения мальчика, который выжил. Герой самой популярной и издаваемой книги планеты. В далеких 90-х годах Гарри Поттер начал завоевывать сердца детей всего мира. И хотя сегодня наш герой уже взрослый состоявшийся мужчина, в этом году ему исполняется 41 год, для ребят он остается их ровесником. Мальчики и девочки растут вместе с волшебником, читая книги о его приключениях. Учатся дружить, любить и сострадать. Не отчаиваться и не сдаваться перед трудностями. Вообще Гарри Поттер – это мальчик, который переживал множество ситуаций, вместе с своими друзьями, ошибался, он был не совсем идеальный. Но именно то, что у него была вот эта вот сила характера, он переживал смерть близких людей, но потом все же поднимался и побеждал. Заядлые поттероманы знают множество интересных деталей и фишек книги. Например, такую фамилию герой носит потому, что по соседству с Роулинг жила семья Поттеров, и будущему автору безумно нравилось, как это звучит. Игру в квиддич писательница придумала раньше, чем саму историю о мальчике-волшебнике. А у некоторых героев есть прототипы в реальной жизни. Роулинг признается, что Гермиона, она писала себя. Именно она была в детстве вот такой же копией Гермиона по характеру, по складу характера. Но самого Гарри Поттера она, безусловно, очень сильно любит, потому что даже день рождения Гарри Поттера, 31 июля, совпадает с днем рождения его мамы Джон Роулинг. И хотя эта книга, несомненно, в первую очередь детская, интересные детали в ней находят и взрослые. Многие, прочитав Гарри Поттера в детстве, спустя годы возвращаются к нему, чтобы взглянуть на историю уже совсем другими глазами и найти в ней тайные смыслы. Грамотные, образованные, взрослые легко считают множество подтекстов в этой книге. У Джон Роулинг есть множество отсылок к античности, к средневековью, и к истории, и к культуре, к алхимии, к астрономии, к различным другим наукам. Есть в Гарри Поттере отсылки к классической английской литературе, например, к Холивер Твисту Чарльза Диккенса. Оба главных героя потеряли родителей, у них было тяжелое детство. Книгу серьезно изучают литература Веды, некоторые сравнивают ее с Евангелием. Ну, надо отметить, что здесь нет ничего такого криминального, страшного, потому что рассматривается именно с точки зрения литературного текста, построения Евангелия и построения книги о Гарри Поттере, потому что очень много совпадающих вот таких вещей. Ну, вот, к примеру, то есть это относится к жанру трикстерских романов, Гарри Поттер, в то же время Евангелие, кстати, тоже бестселлер мировой Евангелие, тоже книга очень знаменитая. К дню рождения Гарри Поттера в библиотеке имени Пушкина открылась небольшая выставка, на которой можно узнать об интересных фактах из мира Джоан Роулинг и, конечно, взять почитать книги о знаменитом мальчике-волшебнике для лет старше шести лет. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Вертолеты, самолеты, автоцисцерны, автолестницы, автомобили газо-дымозащитной службы, коленчатые подъемники. Все это можно увидеть на уникальной выставке моделей пожарной техники, которая находится в специальной пожарно-спасательной части номер один. Идею создания коллекции подал майор внутренней службы Игорь Смоляков. Сейчас майор находится на заслуженном отдыхе, а коллекция постепенно продолжает пополняться новыми экземплярами. Начиналось все с пожарной церны, которая производилась у нас в Советском Союзе, а именно в 1978 году. И именно она дала толчок тому, что сейчас в этой коллекции стоят не только советские автомобили и российские автомобили, но и производство зарубежного производителя. В данный момент коллекция насчитывает 63 модели. Все они уникальны. Многие экземпляры не найти даже в музеях. Каждая миниатюра соответствует реальному портативу пожарной техники. Модели соответствуют на 100% в реале. Единственное, что уменьшенный масштаб, и это показывает реальные возможности по подразделению пожарной охраны. Все экскурсии начинаются именно с этой выставки. По словам работников пожарно-спасательной части номер один, модели вызывают неподдельный интерес не только у маленьких посетителей, но и у взрослых. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОХ-24. Проходит благотворительная акция «С миру по листочку». Каждый из нас может помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Уже 13 лет волонтерский центр «Радость моя» проводит традиционную акцию «С миру по листочку». Ее цель – собрать пожертвования от горожан для закупки концтоваров. Благодаря акции каждый может помочь нуждающимся и внести свой вклад в подготовку школьников к новому учебному году. Вот даже само название говорит за себя, что от каждого по чуть-чуть и будет уже одно большое доброе дело. То есть вот ребята помогают, гимназисты, обычные студенты и, как сказать, вот народ, то есть пожертвования. Кто-то игрушки приносит, концтовары, одежду, кто-то деньги жертвует. Леонид Коксенко участвует в благотворительных акциях уже два года. Он считает, что в сложных ситуациях можно помочь не только финансово. По словам Леонида, важно показать людям пример доброты и неравнодушия, и тогда они сами захотят помочь. Собрать малоимущие семьи ребенка в школе, это на самом деле сложно. Такие акции помогают таким семьям, семьям, у которых есть ребенок-инвалид. И, как сказать, люди смотрят, что видят, что кто-то делает доброе дело, что-то хорошее, они думают, вот, доброе дело, может, я тоже сделаю какое-то доброе дело небольшое. Для тех, кто предпочитает не носить с собой наличные, но хочет помочь, волонтеры раздают флайеры с QR-кодом электронного сбора. Перечисления приходят на специальную карту волонтера, ответственного за сбор средств. Следующий очный сбор в торговых центрах состоится с 6 по 8 августа. Екстерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Музыка всегда была неотъемлемой частью жизни Андрея Стрельцова. По его словам, желание попробовать себя в пении у него появилось, когда он услышал по телевизору песню Муслима Магаваева в исполнении маленького мальчика. Тогда Андрея задался вопросом, если он может, почему не могу я? С этого момента молодой человек решил заняться пением профессионально. Это была песня «О море-море». Оказалось, я ее раньше слушал. Ее пел Муслим Магомаев, он ее написал, и музыку, и слова. И я думаю, а как же мальчик маленький, он поет, у него получается. А я тут взрослый смотрю на него, а я что, не могу что ли? Я тоже хочу. И вот с этого, я помню этот момент, с этого и началось. После школы Андрей поступил в Нижегородское музыкальное училище имени Балакирева, где приобрел неоценимый опыт, который помог ему поступить в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Выходишь на сцену, задний ряд сидит полностью в жюри. Конечно, это волнительно, там все профессионалы. Ошибиться нет шанса, иначе ты пролетишь. Потому что там конкурс большой, было 140 человек, после первого тура осталось 40. По словам первого преподавателя Андрея по вокалу Ирины Оськиной, в пении важен талант. Но это не главное. Она считает, что это сложное искусство, и здесь очень важно не только трудолюбие, но и искреннее желание научиться петь. Все взаимосвязано, вот в параллеле. И труд, и талант. И всегда я говорю, если природа есть, то и есть труд, то это будет очень хороший союз, который поможет в дальнейшем определиться юному человеку в выборе профессии. Если ваш ребенок хочет петь и готов учиться, то преподаватели детской школы искусств ждут его на своих занятиях. Возможно, в будущем он станет популярным певцом или актером театра. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Нелли Романовна Асадзе – выдающаяся личность саровской интеллигенции, ведущий преподаватель детской музыкальной школы по классу фортепиано. Нелли Романовна всегда была в творческом поиске. Она внедряла современные педагогические технологии в музыкальное образование. По ее инициативе в Сарове был учрежден Всероссийский конкурс юных пианистов имени Балакирева. Благодаря огромному труду и таланту педагога выросла целая плеяда профессиональных музыкантов, которые продолжают свой творческий путь в нашем городе, стране и за рубежом. Наша выставка посвящена выдающемуся педагогу, внесшей огромный вклад в музыкальную культуру нашего города. Нелли Романовна Асадзе была удивительным человеком, уникальным, можно даже сказать. Помимо музыкальных талантов, она обладала еще мастерством слова, писала прекрасные стихи, у нее был первый шахматный разряд среди их женщин. Заслуги Нелли Романовны Асадзе отмечены благодарностями Министерства культуры Российской Федерации, званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2017 году она стала почетным гражданином Сарова. Выставка в городском музее состоялась благодаря дочери Нелли Романовны, подарившей музею бесценную коллекцию вещей своей матери. На выставке представлены ее личные вещи, очень интересные фотографии школьных времен, времен консерватория, документы, дипломы, старинные ноты, сборник ее стихов. Формат нашей выставки не позволил вместить все ее награды, ну не награды, а дипломы и грамоты, поэтому тут представлены только некоторые. Большой вклад Нелли Романовна внесла и в культурную жизнь Сарова. Она организовывала музыкальные лектории в Доме ученых и в Саровском драматическом театре, посвящала свои программы творчеству Баха, Шопена и Рахманинова. Выставка, которая посвящена жизни этой удивительной женщины, временная, но позже часть коллекции займет свое место в Зале почетных граждан города. Выставка продлится до конца августа. Мероприятие для лиц старше шести лет. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. День дворняжки отмечают с 2005 года. Этот праздник придумал зоозащитник Колин Пейдж. Другое его название – Национальный день собаки-смешанной породы. Эти существа верны своему хозяину до последнего, хотя зачастую мы, люди, не заслуживаем их безусловной любви. Собака Дина, например, испытала за свою недолгую жизнь горечь предательства. Вместе с девятью новорожденными щенками ее выкинули на остановке в Сатисе. Мы видели по социальных сетях, что в Сатисе на остановке собака родила щенят. И вот мы решили съездить, посмотреть, так ли оно было дело. Дело было очень… вечером шел дождь, было очень холодно, грязно. И Дина лежала на остановке. Станислав и Анна не смогли оставить собачье семейство и забрали всех домой в Саров, чтобы постараться пристроить. Щенков быстро раздали, а Дина все еще ждет свою семью. Собака оказалась очень умной и ласковой. Очень игручая, знаете, команда собак явно была… Раньше это домашняя, то что видно, что к квартире привыкла, видно то, что… На квартире она ощущается как дома. Собака живет на передержке у своих спасителей. Содержать ее помогают волонтеры приемника для безнадзорных животных. Вместе с Диной на их попечении находится еще около 20 собак. Ситуация вокруг приемника вызывает опасения добровольцев. Его передают к Стовскому госветуправлению. И хотя новые владельцы заверяют, что животных никто вгонять не будет, червячок сомнений остается. Поэтому волонтеры усиленно ищут своим подопечным хозяев. Обо всех животных приемника мы рассказываем в рубрике «Ищу хозяина». По вопросам, связанным с пристройством Дины и других животных, обращайтесь к волонтерам. Все телефоны есть в группе ВКонтакте. Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. У Марии Казикаевой большой опыт участия в соревнованиях по лыжероллерам всероссийского и мирового уровня. По ее словам, летние старты лыжников отличаются от зимних, но это также важная часть подготовительного этапа. Но ни к одному старту нельзя подготовиться на 100%, потому что все зависит не только от формат соревнований, но и от погодных условий. В предыдущие годы бегали чемпионаты первенства области и под дождем, и в то же время здесь бегали и на скоростных роллерах под дождем. То есть, в принципе, это не такая большая проблема. Единственное, может быть, скорости будут чуть пониже, потому что все-таки трение будет другое. И плюс еще все-таки нужно будет быть более аккуратным. По словам Марии, принципиальная разница тренировок и соревнований именно в лыжероллерах. В течение лета спортсмены тренируются на разных моделях лыжероллеров, что помогает разнообразить тренировки. На соревнованиях используют уже специальные гоночные модели, и здесь спортсменам важно быть осторожными и внимательными. Скоростные роллеры отличаются от обычных роллеров, на которых мы тренируемся. Там совершенно другие скорости и очень плотная контактная борьба во время гонок происходит. Поэтому нужно быть всегда на чеку, чтобы не получить какую-то травму и чтобы занять более выгодную позицию на финише или во время гонки. Сергей Шаров недавно вернулся со сборов в учебно-тренировочном центре, где проходил подготовку к зимнему сезону вместе с юниорской сборной России. Сейчас спортсмен совместно с тренерами корректирует тренировочный график, чтобы подойти к чемпионату России в оптимальной форме и показать достойный результат. Комплекс. Это все подготавливается в комплексе. Все эти тренировки должны быть выполнены. И у каждого тренера свой план, как подвести человека к старту. Перед каждым стартом спортсменам выдадут новые лыжероллеры фирмы «Эльва», чтобы создать для участников одинаковые условия. Чемпионат России продлится с 3 по 8 августа. Спортсменов и болельщиков ждет насыщенная программа гонок. Запланированы две гоночные трассы на лыжной базе и на улице города. Старт и финиш городской трассы у спортивной школы «Юниор». Маршрут спортсменов пройдет по проспекту Мира и улице Строителя Захарова. Заранее выбирайте маршруты и пути объезда в дыне соревнований. Следить за успехами саровских спортсменов можно в группе ВКонтакте с «Шор Атом» и на одноименной странице в Инстаграме. Международный день бокса юные спортсмены отметили как настоящие профессионалы на ринге. В матчевых встречах приняли участие боксеры из Рязанской и Нижегородской областей. Наши ребята показали высокие результаты и заняли первые места. Вадим Санкин провел свой первый бой. На ринг он вышел со сломанной правой рукой, но уверенно выиграл у своего противника. Такие победы не даются легко, но только благодаря усиленным тренировкам, постоянной работе над собой, жесткой дисциплине и воле к победе. У моего можно было и получше намного. Опускал руки, ну и выложился на два, а последний третий раунд проиграл. А у моих друзей, ну, хороший. Вот, например, у моего друга Арсения, выиграл старшего на четыре года его. Усердно тренировались. Каждый день у нас утренняя пробежка, утренняя тренировка. Потом мы в четыре часа приходим и тренируемся здесь. Так же не жалея сел. Мы тренируемся каждый день в четыре часа. У нас сначала кросс, а потом спарринги, либо круговая. Существует множество стереотипов, которые касаются боксеров и этого вида спорта. Но на самом деле для любого спортсмена важен тонус не только тела, но и ума. Ребята активно развивают концентрацию, внимание и стратегическое мышление с помощью интеллектуальных упражнений и шахматных игр. А еще бокс, как музыка, где важно поймать ритм удара и настроиться на волну соперника. Сначала стать олимпийским чемпионом, а потом стать чемпионом мира. Вначале я сюда пришел, чтобы там для самообороны, для здоровья. Потом это все, я уже начал всем эти увлекации понравилось. Мне нравится заниматься, и это дает себя не в обиду дать, и еще силу и подвижность. Юные боксеры тренируются даже в летний период, чтобы всегда быть готовыми взять реванш в новом бою. В следующем сезоне ребята будут участвовать в городских, региональных и всероссийских соревнованиях. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.